Здравствуйте! Темп современной жизни сегодня очень высок. К счастью, а может быть, к сожалению, нам приходится много работать. И, увы, нам приходится часто оставлять своих детей одних дома. Для какой-то мамы ребенок оставлен на час – это уже катастрофа. В других семьях ребенок остается наедине с собой достаточно долгое время. Тема нашей программы сегодня – «Один дома». Шамиль Гасанов – второклассник. Моя любимая проблема – окружающий мир. Там всегда какие-нибудь интересные доклады, даже приятно, что я передала это все другим ребятам. Вот мы одна же писали такой водоклад о озере Байкал. И там я писал, писал. И там мне запомнилось, что в далеком будущем озеро Байкал может проработиться настоящий океан. Еще я читал книгу, она у меня очень большая, что про Цезарь, о каком он был человек. И только его сын сам его и убил. За то, что он не давал ему вместе с… Я не помню, там, наверное, править. Его самостоятельности может позавидовать даже взрослый. Меня все мама научила. Мне нельзя без разрешения идти в магазин, если мама не дома. Просто позвонила и и все. Ноль-два – это позвонить по лицу, если что-то украли или надо что-то про кого-то сказать. Есть еще, например, вот есть такой номер 04. Это, если утекает газ, надо позвонить. И там могут отремонтировать. Мне так бывает, что мне как бы немножко мало скучно. Если так немножко скучно, поиграю в компьютер. Я говорила уже, что поиграю в Лего. Если у меня как бы совсем будет скучно, позвоню маме, она мне что-нибудь скажет. Почитать книжку я почитаю. Ну, позвоню другу, скажу, можно к нему? Скажу, можно к тебе? Ну, так привыкаю одному. Потому что у нее работа, ей надо зарабатывать деньги. Ну, бывает часов она проходит в 7, в 8, в 9 может проходить. Вот на выходные ее позвали на работу в 9 часов. Но там у нее что-то задержалось на 10. Прошлось ее так подождать. Я говорила, если хочешь спать, докажись. Если как бы в каждой минуте 60 секунд, а в каждом часу 60... А в каждом часу 60 минут. Как бы мне так долго поработится ее ждать, но когда я, например, сижу на компьютере, играю в лего, время проходит как бы так быстро. Быть домохозяйкой и проводить с сыном больше времени маме Марине кошелек не позволяет. Работа с утра до вечера. В течение дня не с кем его оставить. Он сейчас ходит в школу и после школы, соответственно, остается дома один. Обговаривали, я ему говорила, что у нас такая ситуация, что ты должен будешь один дома сидеть. Сказал, ничего страшного, я все понимаю. Буду оставаться дома один. Раз-два я ему сказала, что не подходить к газу, как ну, все, он говорит, я все знаю, все понял. Можешь не переживать. Я за него уверена, спокойна. Самостоятельность за и против. Вопросы на эту тему мы адресовали психологу. Он же абсолютно спокойно себя ведет. То есть, в принципе, это нормально. То есть, для него эта ситуация нисколько не травмирующая и привычная. Здесь нет ничего сверхъестественного для него. В принципе, вот, смотрите. Даже убрал куда-то там свою одежду. То есть, в принципе, все. Вот. Это вообще колоссально просто. Убрал свою одежду. Обычно, как бы, неподготовленные к самостоятельной жизни дети так себя не ведут. Они разбрасывают одежду налево и направо. Ну, это как... Как комплимент этой семье. Да, да. Конечно. Естественно, все зависит от возраста ребенка. То есть, маленького ребенка вряд ли родители станут оставлять одного дома. Но, с другой стороны, известны же такие случаи, подобные дяде Федору из Простоквашина. Когда ребенок действительно способен выполнять какие-то действия, которые обеспечивают его нахождение дома одного. В принципе, все зависит от конкретного случая. Но, опять же, мне кажется, некоторые родители излишне переживают за своего ребенка. И излишне опекая его, как бы, сами препятствуют тому, чтобы ребенок начал быть самостоятельным. Знаете, бывают дети, которые в три года могут сами вскипятить электрический чайник и сами из него налить кипяток. Да, действительно, я сам сталкивался с такими ситуациями. Но, на самом деле, мне кажется, есть все-таки какая-то минимальная граница. Это как раз такой дошкольный средний возраст. Где-то 4, может быть, 5 лет. Все-таки более младшего ребенка сложно. Самим родителям сложно заставить себя дать ему настолько большое самостоятельное, чтобы оставить его дома одного. Если ребенок один, долгое время приходит из школы, родители приходят поздно, и вот эта ситуация повторяется, не создает ли у него ощущение, что он брошен, что он покинут? Смотря как ведут себя родители, когда возвращаются домой. То есть, понимаете, если ребенок, например, провел целый день дома один, и вечером мама или папа, придя домой, сели перед телевизором и говорят, иди поиграй, а мне нужно отдохнуть, тогда да, тогда такая ситуация возникает. Но если ребенок чувствует родительскую любовь, чувствует их хорошее отношение к себе, то, в принципе, такая ситуация не возникнет. Бывают случаи, когда родители действительно ни разу не оставляли своих детей в ситуации полной самостоятельности. И тогда в 15-16 лет они сталкиваются с тем, что, боже мой, мой ребенок ничего не умеет. Но кто этого добился? Сами родители. Самостоятельность должна формироваться дозированно, скажем так. Когда в 2-3 года ребенок делает что-то под контролем взрослого, а затем уже самостоятельно, и, в принципе, научаясь делать что-то, что он может делать сам, он может оставаться один, естественно, без взрослого. Естественно, ребенок должен знать, допустим, телефоны службы спасения, потому что иногда возникают форс-мажорные, экстренные ситуации. Он должен знать, может быть, как он может обратиться за помощью. Если вы вынуждены оставить ребенка одного, то нужно постараться сделать это пребывание в одиночестве максимально комфортным и безопасным. Безопасным как для ребенка, так и для родителя, потому что все родители тревожатся и переживают за ребенка, который остался один дома. И в этом случае нужно либо, ну, может быть, как раз постараться сделать все возможное, чтобы это время было минимальным, может быть, подготовить к этому ребенка заранее каким-то образом. на самом деле нет какого-то однозначного совета оставлять или не оставлять. Знаете, если у вас есть возможность, то, скорее всего, лучше позаботиться о ребенке и не делать этого, потому что, в принципе, долговременное пребывание в одиночестве, оно, конечно, неблагоприятное для ребенка. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры создавал DimaTorzok